Субтитры сделал DimaTorzok Нету тут никакой грязи Деяния читаем Нету 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 тут никакой грязи Деяния читаем Милостивый Господь Нету подошел Читаем На сегодняшнее чтение Деяния апостолов Деяния святых апостолов Слова 20 стихи с 16 по 18 и 28-36 36-й 36-й Субтитры сделал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Глава 20 стихи с 16-й Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Видишь, и при желании, и при старании Павел часто не достигал желаемого, чтобы мы не подумали, что он был выше человеческой природы. Святые и великие мужи были одной с нами природой, но не одной волей, поэтому и имели много благодати. Стихи с 17 по 21 Из Мелита же, послав Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел я в Асию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Толкование Со всяким смиренно мудрием Не просто со смиренно мудрием, но со всяким, потому что много видов смиренно мудрия. Смиренно мудрия в слове, смиренно мудрия в деле, смиренно мудрия по отношению к начальникам, смиренно мудрия по отношению к подчиненным. Многим неизвестен обычай Писания, особенно Нового Завета, называть епископов пресвитерами и пресвитеров-епископами. Между тем это видно и из этого места, и из послания к Титу, а также и из послания к филиппийцам. Мы могли бы также узнать, не то ли самое следует, хотя по заключению выводить и из первого послания к Тимофею. Из книги Деяний можно убедиться в этом. Потому что написано следующее. От Мелита же, послав в Эфес, призвал пресвитеров в церкви. Не сказано, что призвал епископов. Между тем потом присовокупляет. Дух Святый поставил вас блюстителями, почти церковь Господа и Бога. Послание же к Титу говорит. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Филипп 1.1 Было, значит, и такое, что не следовало знать. Как скрывать что-нибудь, есть признак зависти. Так высказывать все, есть признак неблагоразумия. Поэтому прибавил полезного. Стих 28 Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Толкование Спасительная польза состоит не только в том, чтобы исправлять других. 1 Коринфянам 9.27 Не в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой самолюбец ищет только свои выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю. Внимайте себе. Это не потому, что спасение себя предпочтительнее спасение стада. Но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу. Вы получили, говорит, хиротонию от Духа. Замечательно, что тех, кого выше назвал пресвитерами, здесь называют епископами. Это или потому, что и на пресвитерах лежит обязанность наблюдать за словесными стадами церкви. Наблюдать, чтобы не ослабел кто верою. Не томится ли кто голодом или жаждаю. Или не нуждается ли кто в каком-либо замечании или обличении. Как заповедует сам же Павел. 2 Тимофею 4.2 Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Или же апостол. Епископами здесь и называют епископов. Немаловажным вещам угрожала опасность, если Господь не пощадил даже крови своей. Да, чтобы применить врагов, Он пролил даже собственную кровь. Ты же можешь удержать их, когда они сделались уже друзьями. Стихи с 29 по 31. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуете, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Толкование. Двоякое несчастье. С одной стороны, то, что его не будет. С другой, то, что иные будут нападать. И при том, что особенно горько из вас самих. Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война. Цель еретиков – стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими будут носить имя того или другого еретика. Как от Манеса, Манихеи, Атария, Ариани и другие виды ересей. Поэтому, умеряя еще ранее их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили. Я – Павлов, я – Аполосов, я – Кифин, а я – Христов. 1 Коринфянам 1.12 И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, Могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Толкование. Увещание оканчивается молитвою. Так как он сильно устрашил их, то, чтобы не поразить окончательно, вот и утешение. Не сказал, не взял, но даже и не пожелал. Да, истинное милостынье в том, чтобы подавать из собственных трудов. Но обрати внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал и днем, и ночью. Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Безбожные вожди говорят, что человек – это стадное животное. А когда говорят о животных, то называют их бессловесными. Идет архиерейское богослужение. Задействованы все пять органов чувств. Но Слово Божие отдает первенство. Предпочтение слуху, только слуху. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Выходит архиерей, и сон духовенства выходят молча. Молча становятся в установленном порядке по ранжиру. Специально построены для них загородки в центре храма. Они даже физически полностью отделены от народа. Молча стоят. И молча торжественные, недосягаемые, скрываются в алтаре, в кадильном дыму, как в туманной долине. Посторонние люди, приходящие в храм, спрашивают. Они что у вас, глухонемые, не умеют разговаривать? Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. Иногда это молчание украшается тем, что на патриархе и архиереи молодые и крепкие проповедники и подиаконы и чтецы застегивают пуговички, подносят расческу и умывальницу, засупонивают коня на битву. И нас спрашивают, что они сами одеваться не умеют? Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. Так будем ли мы подражать апостолу, или же как на сцене будем держаться этого придуманного людьми обряда и ритуала, ничего не меняя в этом репертуаре? Господи, пошли истинных делателей земле русской, чтобы они любили народ Твой, проповедовали Ему слово евангельское и постоянно беседовали с народом на основании священного писания во славу Божию и днем, и ночью. Стих 35 Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддержать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Толкование Я показал вам самым делом, что нужно трудиться и памятовать это слово Господа Иисуса. Но где сказал Господь это? Быть может, апостолы передали это не письменно, или это ясно по умозаключению. Одна степень отказаться от всего, другая доставлять себе необходимое. Третье, доставлять не только себе, но и другим. Четвертое, не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано, однако же, что брать худое дело, но что лучше не брать. Комментарий Игнатия Тихоновича. Эти слова, как будто совершенно неизвестны сегодня, и в первую очередь, монашествующим и священнослужителям. Верующие должны питать своих наставников. И апостол Павел поясняет, каких именно. 1 Тимофея 5.17 Достойно начальствующим пресвитерам, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Коринфянам 9.11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли, что если пожнем у вас телесное? Питаясь за счет посомых, пастыри должны ежедневно повторять эти слова Господа. Блажение давать, нежели принимать. Принимать умеют и принимают как достойное, забывая, что должны давать, и давать превосходящее. Более того, что принимают, то есть духовное. То есть непрерывно проповедовать и питать души посомых, чтобы кормящие их овцы сами были сыты и ухожены. Памятовать это слово Господа Иисуса. Иначе им имя будет не пастыри, а тунеядцы и дармоеды. Стихи из 36 по 38. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Толкование. Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить коленопреклонение и молитву со всеми присутствующими, и тогда уже удаляться. Обнимавшие его в последний раз и от последней беседы его почувствовавшие сильную любовь и дружбу. Богу нашему слава. Слава веке. Аминь. В воскресенье наступает, у нас троица будет, день пятидесятнадцать. Я буду здесь, и вот и воскресенье. Хлеб все нужно будет, и просто. Спасибо. И за троицей неделя сплошная, без поста, среду и пятницу. И с воскресенья начинается, это будет, какое, наверное, там, одиннадцатая? Двенадцатая. Петров пост. До двенадцатого июля. Так, ко мне какие вопросы? Как посевная там? Посевная идет. Идет посевная и в больших масштабах, и в маленьких масштабах. Повернули, везде идет. Сеет. Посеяли раз, там, замерзло. По новой сеют. Сухозна. Но, дело в том, что посеяно, по всем срокам должна уже всходы быть, а всходов нет. Холодно, во-первых, холодно. Земля холодная, не прогревается. И влаги нет. Игорь посеял горох. Много посеял. Разрывают где? Набухший горошин, а роска не дает. Нету роска. Но, вроде бы, интернет обещает, с воскресенья, вроде бы, там что-то будут дожди, как бы, должны быть. Но, бывает, ошибутся, когда правду скажут. Ну, а там все. Сеют, садят. Там Володя, там, его помощник Николай, там приехал. Они там все это пашут. Сеют. Арбузы, капусту посадили. Вечером высадили, а ночью мороз замерзло. Все. Матушкам дала рассаду. Все. Сейчас где-то еще там вещи посадили. Ну, так, у нас, видишь, как погода-то. Заморозки. Днем 20 тепла, а ночью 2-3 мороза. Вот так не закрыли они, а померзло. Да. Ну, так что? Все. Еще что? Какие что интересуют вас? Березы. Березы. Березки. Не понял. Деточки березок. Вы всегда присоединили нам. Буду, жив, здоров, привезу. Привезу. Все нарезали. Есть ли у нас там нарезать березки хорошие? Настричь. Ну, а так что? Все занимаются трудами. Ну, погода бывает хорошая, прекрасная. Я, думаю, раз пойду гольяжку поймаю. Я там это несколько мордушку поставил, гольян и залезу там. Ну, вот. Ну, и карасик залезет какой-нибудь, ошибется, видать что-нибудь. Матушка с Надеждой Васильевной еще что-то садят или уже все не садят? Садят. Ну, как это не садят? Садят, садят. Это все там сеет и садят. Надежда Васильевна там какие-то бочки заказывает, что ей надо, чтобы бочки были там. Правильно. И все там это. Садят. Смотрю на огороде здесь. Они на Саманном трое, значит, этот Володя. Вот и она там с ними что-то они там. Это Маша, говорит, пришла ее сестра, Нина, давай как ее ругать. Ты что хочешь? Потом опять упадешь с тобой. Сидит, то есть не выходи. Она там тоже. С ними на огороде топчутся все. Я не заходил, указывает или помогает что-то, но на огороде была. Ну, вот так вот. Ну, вот так все еще. Больше никаких ничего нет. А как у нас матушке передавать? Хорошо, конечно. Как ученики там? Ученики первый экзамен сдали. Я спрашиваю. Все, все. Сдал? Ну, сдал все. Я говорю, ну, ты уверен, что будет? Ну, я на пятерку не рассчитываю. Говорит, ну, думаю, четверка должна быть. Ну, молодец. Значит, да. Вот. Ну, а Илью я не спрашивал. Как у него не попался у меня. Вот. Два ученика в девятый класс у нас будет. Здесь еще, на этой неделе, наверное, будут экзамены, или нет? Да, еще один должен быть экзамены. Ну, вот так вот. И все. Остальные, что? Уже все. Пошли на этот, на каникулы. Остальные там кто? Назарий, да? Ихтихий. Варламы Назарий. Ихтихий-то еще не ходит. Ну, так вот. Так все. Ко мне еще есть какие-то вопросы? Прости Христу, значит. Ну, давайте, занимайтесь тогда. Я поеду. На автобусе еду, на автобусе. Кто поедет мне в 11 часов до автовокзала, кто сможет? Да вот, брат Севастянович. А ты во сколько выйдешь? Как скажете. Ну, как? Нет, я скажу, как будет. Я вон, как будет. Я там и подожду, в полчаса мне там посидеть. Так, а сейчас уже 11 час. Ну, если вы, да, с какой-то еще. Ну, покой же, не знаю. Батюшка, я вопрос хотел задать. Ну, давай. Я приподнимусь, а то неудобно. Батюшка, стои-то. Иконы, вот, рисуются-то. Это для человека, который не умеет даже, говорит, читать. Ему надо рассказать, он поймет. Но икона должна соответствовать тому, что есть. Вот у нас есть одна икона, которая совершенно неправославная. Которая буквально по ногам бьет. От католика взяли и у нас поместили. Как бы это... Убрать ее, убрать, берите, положите. Я ничего себе. Ну, стоит Христос на воде. Иоанн Креститель с раковиной льет на голову. Ну, убрать ее, все, поставь где-нибудь. Конечно. Тайно. Оба сошли в воду, и пили, и все. Это католики делают, на голову подыть. Был такой случай. Новый храм построили. Было это где? В Коколе. И заказали роспись Софлина. В Москве вот, как заказал. Расписали все, развесили по стенам. Вон были они на холсте написаны. Ну, потом в рамы и по стенам. Ну, и там было все подписано. Я... Ну, не определись так, что ли. Даже надо поставить скамейку, чтобы прочитать. Я думал это, а когда прочитал, там совсем другое. Я Владыке говорю, Владыка, я не могу понять, что на иконе изображается. А веруешься, ничего. Ну, это знать надо, там, историю иконописи. Я думаю, я что, бабушка, мы должны эти, кандидатские степени присваивать, чтобы знали, что изображено. Ну, бывает такое, говорит, самарянка у колодца. Это и колонка, это и рука на колонке. Когда настоящее сказали, как так? Ну, вот это. Ну, потом они перерисовали. Замазали. Самарянка у колодца. Поэтому, что вообще, здесь, ну, нет, уберите, нет, берите таких, которые больше располагают ваше сердце, там, это, икона, и все. Ну, а сибирский лазер выходит из могилы, руки рассыл. Ну, Христос говорит, развяжите, он связанный, да? А поэтому, в общем, уже развязали, он обрадовался просто. Ну, да, опять вернулся назад, а потом... Поэтому здесь не надо на замещенном, ну, нет и нет, уберите и поставьте, и все. На иконе троекратное погружение просто не показать, вот и все. Как его погружать? Нет, ну, можно показать, что он в воде стоит, хотя погружает. А такие есть у нас вроде там где-то? Я разговаривал в Америке с иконописцем, который вот эти наши иконы рисовал. Здоровый, крепкий мужик. И он говорил, я говорю, как рисуешь? Вроде с закрытыми глазами. А не американцы, говорят, ничего не понимают, а деньги большие платят. Тут поэтому, как? Моздул, так и так. А который знаток, вот Салаухин, целый день сидел и смотрел, каждый мазок, что означает, целую книгу написал. Как-то было, ну, это давненько было уже, может, десятилетие прошло, что, значит, в Московской Патриархии, как бы, такой иконописец был, а он, бывший рецидивист, там, это уголовник, там, сколько-то там, долго, что-то вышел, вот он, такой, ну, что, талант, может, Бог ему дал, талант такой открыл, он пишет иконы, хорошо. На теле? Иконы, которые Бог нарисовал, говорит, иконы, свою жену, разобрали-ка, да, давай скорее замазывай. Ну, а что, пишут там, вот, Систинская Мадонна, тоже, там, есть разное, с чего она нарисована, там, ну, с чего, с кого? С чего это? Ну, здесь не то, что икона сама, то и отношение какое к иконе, там, и не к иконе, а к образу, что изображено, ты представляешь, что там, это изображено, ну, да, что это, и будет к этому. Мне задает, звонит одна Рава Божия, я, говорит, ну, там, на сайте на вашем смотрела, и мне, вот, вопросы возникли. А к нам как-то года два назад заезжали из Подмосковья в Баптисты. Они были в Красноярский край, там, у них было какое-то, это, ну, как скажем, там, собеседование, там, или что-то. Съезд. Съезд был там. И они оттуда как-то узнали, и к нам заехали. Вот, они из Красногорска, это Москва, считаю, там, украиня Москва. И вот, и она звонит мне и говорит, я звоню по этому, мне ваш телефон дал Баптист Алексей в Красногорске. Вот, чтобы вопросы такие, я спрашивал, он говорит, позвони, вот отца Акима, вот тебе телефон и позвони. Вот она, то же, об иконах, как вот эта икона у нас, об иконах было, там, что-то, о крещении она еще, ну, и какая вера все-таки истина, она верующая, какой истина. Баптистов была, все-таки, говорит, мне не очень располагает, ну, что там, конечно, не так красиво, как у нас. У нас, посмотри, он смотрит другую, архиерейская служба, действительно, вот, в Москве служат, там, выйдут, там, с этой стороны 20 митрополитов стоят, с этой 20 рядами, а сзади еще священники, и до 2, там, как это все, да, ну, есть на что посмотреть. А не хватает. Да. А как хор запоет, там, наши люстры, говорит, закачаются, это, но... Как парад. Все красиво. Только маша нет. Поэтому. Ну, так. Крещение будет у нас 16 июля. Батюшка, загадку хочу сейчас загадать. Женщинам нельзя в храме разговаривать, но одна женщина закричала в храме. И это взяли за основу, напечатали и ставят пример. Где какая такая женщина во время благослужения, не кого-то, а патриарха? И эти слова записали, а теперь везде эти слова. Да мало того, она его как назвала, и так он теперь будет называться. Где это было, с кем? Ну, Ян Златоуст когда проповедовал, одна женщина и говорит, колодец такой глубокий, мысли говоришь-то, а у меня веревка такая ума короткая, что не могу достать. О, Златоустый. Говори попроще, ты Златоуст прилип к вот этой женщине и везде печатается. Один раз одна женщина нарушила, и даже нарушение пошло на большую пользу. Да, поэтому, если что-то такое, то мы еще один раз нарушили. Ага, будем считать. Для ребенка даже заплакали. Вот что, ребенок в храме плачет, надо чтобы... А когда ко Христу дети приходят, что там, дети были все уже, как сказать, канонизированы такие, что не кричали, не плакали, ничего. Ученики-то почему не допускали, то есть мешали как бы, разговору мешали, а говорят, нет, пустите, пусть дети приходят. То есть это, ну, бывает заплакан, ну, нельзя, знаешь, уже что-то. Это хорошо, когда ребенок-то есть, а совсем ребенок не будет в храме. Вы нас заметили, который был, написал в печати, и говорит, был по Теряевке, полная тишина. Я удивляюсь, мать держит грудного ребенка, он раз и два писнул, и больше не плачет. Почему? А в другом месте из Америки сказали, у батюшки, сынишка, там года четыре, бегает, играет, говорю, на службу, в алтарь забегает, потом и бегает дальше. Как это так? И что ж вы смотрите? Ну, что так, я был в одном храме здесь, и стоял я, пошел помолиться. В субботу. Он по храму туда-сюда, лет восемь, наверное, бегает, он туда, опять туда, ну, я изловчился, поймал его. Поймал я его, потихоньку, ты чего бегаешь, а? Это же Дом Божий, Господь тебя за это наказать может. Ты так себя ведешь это. Давай встань, молись, и он отошел со стенки, а на меня смотрел, а я так потихоньку на его. И он уже теперь, а он не может, ему надо опять. Он по стенке, по стенке, а так это. Вот это, крадется, крадется, прокрался и в дверь, и вышел из храма. А я потом спрашиваю, когда он сидит, я говорю, бегал мальчик, это чей такой? Ой, да это отца-настоятеля. Синишка, отца-настоятеля. Еще случай в Италии. Самостоятель. Видимо, знакомый, батюшки говорят, повенчая пост. Ну, и он его повенчал, пост, и сидят там, видимо, выпили. А мальчишка вышел туда, и упал в нее по стенке, долго нет, вышел, он уже мертвый. Там как зацепили его, вот срочно его обратно вызвали в Россию, и приехал оттуда. Все, понимаешь, карма называется для других людей, то есть наказание последовало тут же сразу. Я знаю, что у нас было, что в Омске Владыка благословил великим постом повенчать. То есть с севера заехали, они десятки лет не были здесь, и они уже им за 60 лет, это там венчание проходит как благословение. Великим постом Владыка благословил их, потому что мы, говорит, не знаем, когда еще другой раз выберемся, что тогда не было крайней, храм был на стене Тобольска. Там ни Сургута, ни Хатемансийска, ни Южевардов, там ничего не было. В Сургут я, в Собольска вызывали больного, так это нужно было оборотиться в область полком, к уполномоченным, он мне выписал документ, справку, что мне такому-то разрешается поехать в город Сургут, совершить культовый обряд. Ну, по-своему, товарищ, тяжело больной женщиной. А без этого я не мог, я в Киписка, Киписка говорит, ну нельзя, надо к уполномоченному. А он, говорит, когда приедешь, то обязательно зайдешь там в город с полком в Сургуте, чтобы отметиться. Вот, но если билетов не будет, то вот там телефон, позвони по этому телефону, и тебе помогут взять билет. То есть, помогал. Вот как было. Поэтому повенчал в пост, ничего нет. Они уже, может быть, всю жизнь прожили-то, все, но некоторые были, или нет, или нет. Как владыка в пост разрешил, да великим постом, и, значит, повенчал их. Вопрос. Первые христиане делали так, ходили к Нерону, спрашивали разрешения. Никто, они ходили переодеты военными, нищими. Когда приготовили храм к сожжению, и оказалось, что внутри шесть священнослужителей и нескольких епископов. Ни один не вышел. А там мы сами все виноваты. Позволили сесть на шею, а теперь удивляемся. Отделенные баптисты, они никогда не ходили, не спрашивали. 130 человек там побывало, там, за решеткой. 30 не вернулись никогда. В Тюмени не было. Захожок уполноморщен, но надо было там по строительству что-то. От него выходит человек такой, лет, может быть, 35. Костюм не хорошо. Ну, поздоровались. Он всегда был очень такой вежливый, скажем. Он был генерал-майор КГБ в Отсавке. Всегда он все поздоровается там. Вот, говорит, приходит, я ему говорю, возьмите регистрируй. Он говорит, нет, нам не нужна регистрация. А мы в это время бьемся там в Москву, чтобы зарегистрировать общину. А я ему даю, говорит, он не берет регистрацию, не хочет. Баптисты, да? Да. Было? Пережили они, а то там, ну, и мы пережили. Ладно, что, больше нет вопросов? Все, занимайтесь. Хорошие вопросы. А теперь, что, дочка? Ну, об учениках начали, давайте продолжим. Как учеба? Ой, да у меня практика сейчас. Получается, сейчас практика пройдет, а дальше экзамены, и все. Отдых. Сколько экзамены? Я не знаю точно, да. То знаю, что после практики будет. Один сразу же будет. Это по итогам практики. Потом будет еще английский, и комплексный экзамен решили объединить в один экзамен по хирургии, терапии и гинекологии. Последний год? Нет, предпоследний. Мне еще один год. Второй год. Дальше. Как дела? Дед Милый, ячук. Сегодня день рождения. Да. Да, да. Вот. Приветствую ее, когда вы на станции работаете. Ой. Как дела? Все нормально. Нормально? Да. Троек нет, двоек тоже. Ну, троек даже нет. Молодец. Да, молодец. Когда у тебя заканчивается? Сессия будет? Ну, она уже началась, там, будет всего два экзамена. Ну, по одному у меня уже автомат, а по второму не знаю. А автомат даже? Да. А специализированные есть какие-то экзамены, нет еще? Да. По устройству. По устройству, да, уже? Да. Ваня? Так, ну, у меня вот эти последние две недели у меня была сессия в университете. Закончил все хорошо, все экзамены, все зачеты сданы. Первая сессия у тебя? Нет, это вторая сессия. Нет, вообще за год это третья. У нас была в начале ноября вступительная, потом в январе была еще одна сессия. И вот сейчас вот последняя сессия. Следующая сессия будет только в ноябре, то есть через полгода. Так, закончил я сейчас уже стал официально второкурсником, то есть это был первый курс. Были, слава богу, учителя у нас хорошие, понимающие. То есть у нас как? Преподаватели. Преподаватели, да. Мы, получается, идем параллельно с ветеринарами, с заочниками, и вот мы ветеринарами, санитарные экспертизы. Ну, было у меня поначалу желание перевестись на вид врачей, но вот после того, как поговорили с учителями, после того, как этот год закончился, я вот подумал, что лучше оставаться в коллективе ветеринарных санитарных экспертиз, потому что там, во-первых, люди взрослые, более спокойные, более понимающие. А в ветеринарах, у меня там одноклассники, одногруппники мои еще с колледжа, вот там многие жалуются, на них ругают, потому что они вот как-то поведение не очень. Как служба альтернативная? Насчет этого, у меня как раз, благодарю всех, кто молился за меня, когда пришел, получается, в военкомат, мне сказали, все, мы нашли для тебя место. Ты пойдешь работать в больницу мойщицей, это на улице Малахова, 53, поликлиника скорой помощи, если правильно, номер 2. Недалеко вот от колледжа. Сказали, там, получается, нас будет трое, кто идет на альтернативную гражданскую. И вот, получается, с первого у меня будет призывная комиссия. Это вроде как формальность осталась, чисто вот, место нашли, осталось только вот тебя определить. Но все равно, прошу молиться, 1 июня у меня будет. А мойщик, как понять мойщик? Скорее всего, это не тащит. Нет, именно мойщица там было написано. Мне вот показывали, вот этот, им распечатку прислали, там вот было написано именно мойщица. Что это означает, в каком плане мойщица, без понятия. Кого мыть? У вас там нужно быть. У вас можно быть. А как бородой у тебя? Пока не знаю. Мы пока еще не ездили туда. В институте был ничего у тебя? Нет, вообще никто не спрашивал даже. Прекрасное время, да, наступило? По работе несколько раз подходили, спрашивали, мол, типа, ты что, ну ты молодой, ну зачем ты бороду носишь? А, ну понятно, это нет. Ну вот особенно в начале работы, мол, что ты что бороду носишь? Ну потом я объяснил, что православный человек, они все стали. Ну ты не забудь еще и библию сказать. Ну у меня там, получается, на работе, я сейчас, кстати, уволился уже, потому что, ну вот. С этой школы уволился? Да, с этой школы уволился? Да, с этого училища уволился, потому что... Залекания нету? Нету. Я у них спросил, нету, все хорошо. Ну, все хорошо, прекрасно. Ну, потому что я тебе на альтернативную идти, с первого числа июня, да? Июня. Ну, совсем мало времени. Нет, получается, это у меня будет призывная комиссия, да, получается, в течение трех дней после призывной комиссии я должен буду явиться на работу. Чтобы меня отметили, что я пришел. Ну ты уже дисциплину включи как следует, и смотри, чтобы нареканий не было, это же все-таки служба. Какая рода не было, чтобы ее исполнять нужно, как для Бога, любую работу. Да, просто мелочь сказать. Вот вышли с поля из библиотеки напротив Никольского храма, и сидят на лавочке парень, и вот я такого даже не видела в наше перестроечное время, вот с такими гребнями красными, вот так вот сделано, панкель, что вот опять что ли в моду ходит. Вроде у нас все притихло, а сейчас вот даже страшно смотрю. Да это иностранцы приехали. И напротив храма прямо сидят. Иностранцы приехали, вот они сейчас там ходят, у них такие прически, невероятно, я часто проезжаю здесь. Откуда? Ну вот это общежитие на Комсомольском, которое около банка большого, там общежития идут, и вот они там, и негры, и вот как арабы, и вот у них такие прически, и вот эти косички там, и вот гребни какие-то, и вот тут хохол какой-то вот такой. Нет, и этот наш точно с девушкой сидел, его видно, с красным бребнем, с таким вот, как на звезду сатанинскую. Так, ну помните о болящих, о болящих секторе, и числе ли? Ну это до призыва. Людмила, сестра Людмила еще в идее, и сегодня у нее день рождения, так что поздравляйте ее смс-ками. Можно передачу передать, скидания не разрешаются, но передачу можно передать, цветы, что еще там, что сердце подскажет. Да, Игнат Ильич? Итог всему, эта неделя была насыщенная такая, была знакомая, по интернету знакомая, ну в моем понятии, очень хороший человек в Белоруссии, внезапно его арестовали. Арестовали, как будто бы с сестрой вместе. Проходит какое-то время, ее освободили. Звать его Илья, Мажар фамилия. Ну нам сообщили, мы молились, и видимо, кто она, жена или сестра, не знаю, на меня вышла, и ссылали какие-то документы, когда были вместе, показать, какой он есть. И на этой неделе его освободили. У меня было такое желание, как Лукашенко, Александра Георьевича, президенту обратиться. Ну, у меня есть от него благодарственная бумага, что я ему книги подарил, когда в Белоруссии был. И освободили, я еще ничего не знаю, спрашиваю, он говорит, я еще дома не был, только пришел, первым делом мне сказать, что освободили. Я, говорит, когда молились, я могу даже бросить сказать, я чувствовал молитву, прямо чувствовал. Мне уже не один говорит, которые были в таком трудном положении, а почему молитва. Я подвожу к тому, что, я сколько раз вам говорил, конкретно, вы пенсионеры. У вас часы дома есть. Почему вы не сделаете, не попросите, у нас такие специалисты, программисты, чтобы зарядять. Подошел, вот она ничего не знала. Татьяна, подбери, что-то. А сейчас она утром, она утренняя молитва, даже которой знают, утром нету, спят. В 5 часов у нас молитва, в 4 часов. Нету. Днем 7 раз нам звонок у тебя раздается, только подошел, и там видишь, сколько людей молится. Кроме того, о чем просят молиться, какие молитвы исполнились. Вас нету. Даже в воскресенье, в воскресенье, даже работящие не работают. И тоже никого нету. Я каждый раз говорю, вы теряете очень много. Вот только начинаются здесь, иные выходят, прям коридором прямым выходят. Им не нужна община. Притом люди очень хорошие. А почему? Два раза позволил себе, а третий раз уже это нормально, уже обычай. И задержать никак нельзя, сразу обида, обида. А обида это вообще не христианское чувство. Христиане не могут обижаться. Он на все смотрит, как на возможность подняться на другую высшую ступень. Враги на пользу нам. Поносители на пользу нам. Бог испытывает. А если ты жил, у тебя нигде не было, говорит, ни в монастыря, ни там, нигде ты не был, ты, дрожжи твои в тебе. Чуть только задели, и теперь всю жизнь будет надуматься ходить. Почему меня не почти, или то, другое? Я встречал это уже не один раз. Я говорю, Илья, поблагодарить Бога будете, что за этого Илью, что освободили его. Второе. Однажды приходит ко мне человек и говорит. Был в командировке за границей. И рассчитать, что заработал. А живу хорошо. Мы стали с женой дома. Десятину не платили. Ну, решили все собрать. И получилось, что что получил, как раз будет так. И они, это в другом государстве, приехали сюда. И говорит, с женой вместе решили, что никому лучше не отдаем, как вам. Потому что вы знаете, у кого дети. А у меня на другой обыске начались, вот когда вот эти и приехали. Я их спрятал где-то и потерял. И мы уже искали, искали, все переискали. А тут такая у меня нужда на издании книг-то. Прям хоть криком кричи, нету. Ну, и случилось, я рубашку другую надел. Что-то мешает. Полезно они лежат там. А мы перевернули все, где можно было спрятать. И землю там подкопали. И все ящики, и в дровах. Ну, куда я мог положить-то их? Я побоялся, потому что эти, которые обыскят, они находят, они и не отдают деньги. Вот у нас Галина сидела здесь, Немцова. Когда она умерла, она квартиру подписала Гавриилу Речкину. Ну, и вызвали милицию. А у них 200 с чем-то тысяч было там-то. Они первые зашли, никого не запускают. Когда ушли, только в сумочке там копейка одна осталась. Подали. А доказательств нету. Но деньги вчера были. Почему не отдали соседке? Она бы сейчас отдала ему. Он нуждается. Двое ребятишек и прочее. Надо смотреть вперед. Не обращайся лишний раз, куда не надо. Я только на этой неделе, наконец, до конца, кажется, я понял, что такое нацизм. Я никогда не обращал. Но я русский, все. Стали смеяться там в Америке. А не вышли, у них написано. Мы русские. И ничего по-английски. Где-то я когда был, они показали. Вот как мы. Ну, дальше это не пошло. Футбольное поле. Но когда мы по-другому смотрим. Вот какой лозунг главный был в Германии? Deutschland zu über alles. Германия превыше всего. Ему петлю на шею надевают в мюридском процессе. Фельдмаршалу. А он Deutschland zu über alles. Сейчас ему голову оторвут. Но в Германии превыше всего. Нацизм. Все остальные, унтерменши, недо-человеки, недо-человеки. А они, все. А это русский шишвайн, арбитет рай. То есть русская семья хорошо работает. Вот и все. И поэтому вот это, что сейчас на Украине делается, беснование полное. Я понял, патриотизм без Бога, это сатанизм. Он не слышит ничего, человек. Хороший был, мы встречались с ним. Он, все, я наконец-то понял, что я украинец. И по-русски разговаривать не хочу. И все, друзья, меня везде шпарят, только на украинском языке. Я ему не отвечаю на это. Я ему свои уставляю, места писания, где как. Чтобы не потерять. Нет. Вы хвалите, что там у нас делают. Еще ради. Я опять не отвечаю. Нигде этого не было, что я тебя хвалил. Я знаю, это без Божьей воли не может быть этого. Потому что мы заразили всю Россию вот этими попами, своими крохоборами, бритами. Иеремии, которые приучили, от католиков взяли мочить. Это все они оттуда пришли, западная Украина. А католичная. И поэтому дело Господне делали не вреже, проклятые вы. И меч Господня не удерживается от крови. 48-10 книга пророка Иеремии. Я сказал, они меня во враги зачислили. Я только сказал, откуда, чтобы было покаяние. Вообще не слышат и не видят. Маленькая девочка поет Украина, Украина. Вот как только на нем встретится, это слава Украине. Я говорю, будьте добры, разъясните, что такое Украина. Это что, граница или как? Или люди? Как? Люди. Ну, депутаты имеют роль. Я там был. Говорит, вот они приезжают, это у них собрание там. Все они сделали. И по коням и долой все за границей. Дальше. У вас есть пьяницы? Да. Изменники? Да. Аборты делайте, да. Женщины есть, которые разбратищики? Да. Кому слава-то, посмотрите. А у вас что лучше? Не лучше, три раза, допустим, хуже. Ну, слава России, это редко, он слышит. Какая слава? Ну, помните, у нас была Фаина Соломоновна здесь. Она задала вопрос. Простой даже отвечать не надо. Я шла на остановке асфальт. Мужчина лежит посередине, там вот, под ловочкой, из-под него вода течет. Вы думаете, какой он нации? Вопрос мне задала. Ну, я же не скажу, что евреи. Она говорит, за 2000 лет ни одного еврея, ни грамотного не было. Они его протянут. Где Арам есть, Сара обязательно будет там. И нацизм, я так подумал, если вот так вот вожать, а только им одним дан. На земле 2896 наций. И они одним словом названы язычники. Мы язычники? Но из язычников мы были приняты Господом. И теперь, как Семя Авраамова, которые приняли его. Но по национальности там и кто? Я говорю, а почему в паспортах не стали писать, что? А вы не знаете? Я говорю, не догадываюсь, но боюсь сказать даже. Одна нация, которая, чтобы не узнавали, а одним нельзя делать надо всем. Закон. И потом всех отняли. Только что отменили смертную казнь. Это еще в прошлые времена было. Отменили. И в это время совершено было преступление. А там написано было, до 16 лет несовершеннолетний, больше 10 лет не давать. И тут его надо казнить. Даже страшно слышать. В советское время они все равно вернули этот закон, его расстреляли, и опять тогда нельзя дальше делать. Кто слышал про эту историю? Да. Человек, который рос, мальчишка, никого не признавала, там школу пропускал. И однажды пришел, а там женщина молодая, трехлетний ребенок. Он зашел, как будто бы электричество, электричество, убил ее, убил ребенка. Еще там мучил как. И ради его одного, чтобы казнить. Вот даже как-то думаешь, да казнили кто? Нет. Закон. Отменили. Это было в Ленинграде, который заступался за арестованных. Он как раз первый секретарь был. Ради его отменили, расстреляли, опять вернули. А мы закон божий так исполняем? Нет? Я сегодня говорил только про икону. Это не все. Если вот написано, что в Слове Божьем, а вы спросите, кто такие садыкеи? Ну, просто скажу. Ответь, самый грамотный. Отвещай. Садыкеи, которые не верили в воскресение из мертвых. Еще. И не признавали? А они признавали только Тору. Пять книг. Про псалты все отбрасывали. Кто это? Деретики. Это сектанты. А который поясняет, это кто? Это которые законы. Православное слово. Закон на закон, правило на правило. Путь немного, там немного. У нас, если что-то взять, даже никто не задается этим вопросом. Я говорю, потому что я сам это дело видел и говорю. Я говорю сейчас больше всего о молитве. Здесь попутно. Воду не заносите в эти места. Здесь книги. Не приносите воды сюда. Когда на крещение бывает, мы все закрываем, батюшка уже не крапит. Попадает пыль и пятна остаются. Книги-то эти на продажу. Вы знаете сколько, которые пересдали тут? Это несколько миллионов. Примерно сколько? На издание трехтомника. Трехтомника? Трехтомника, вот сейчас, который может... Почти шесть миллионов. Запомните, мы заплатили за те книги, которые шесть миллионов почти. И за то, что привезли, только за доставку 200 с лишним тысяч отдать надо. И мы ни перед чем не остановились. Награды не ждем ни от кого. И деньги не возвращаются. А теперь четырехтомник. На этой неделе они уже начинают первый том? Уже начали. Уже начали. Четыре тома. Мы вернулись к тем, кто вот это и завали три-четыре книги. Горно-Алтай. Горно-Алтайский. И вот связь где? Ну там еще один есть. Главный кассир. Я прошу, если кто может, у нас за следующее будет переиздание. Просили Кристину Православию. Обязательно. И мы к нему добавили, ну видимо сотни страниц будет добавлено за это время. Война Яценевского. Вот этих моченых он ни одного не признавал. И теперь как он расправлялся с ними, со священниками. Запрещал. И все мы оттуда все достали. И все это помещено. Отдельно будет сказано там такие вопросы. Противостектантские, которые как доказывают. И это все будет так же, такого же размера, но только она будет толще. Толще уже заехали, не рядом стоим. И вот кто посмотрит со стороны, это же авантюристы на нас, но по-другому. Вы думали что такое, не думали. И внезапно откуда что только было. Я ничего не скрываю. Одна с Америки сразу 61 тысячу прислала. Это рубли переведенные. И откуда только не было помощи, и сдали трехтомник. Теперь там бумага толще. И подправили отписи под картинку. А больше ничего не меняли там. Так же. Так, я брат попрошу завтра мне, чтобы рассмотрел, брат там переписал еще раз. И как. На нас со стороны люди смотрят. Так, помните это. Я прошу, образуйте себе. Вот она, сестра сидит. Узнай, как она устанавливала это. Рядом сестра родная. Ты, брат, тоже себе можешь установить. Не я это делаю. Я не вижу. Я утром только. Утром с пяти целый час занимает полчаса молитва. Считаю я пока в городе. А потом из трехтомника считается из разных временных поясов. Две сестры. Хапирина принимала крещение с Казахстана. Валентина Сергеевна. И Симоненко, Ольга Николаевна. Виктор Николаевича родная сестра. Они двое караулят. И оно нету другого. И считает, ну почти сейчас у нас уходит. А потом днем. Через два часа десять минут. Десять-двенадцать минут. Ты же понимаешь, Сергей, где-то. Поставь себе эту задачу. Чтоб наши сестры имели это. Пример. Вот сидит рядом она сестра. Наша. Наша сестра. Ну это говорить не буду. Это уже все знает. Так. Брат, ты тоже как-то. Чтобы ваши знали, слышали. Такое упускать. К нам новые и новые люди приходят. Да. Врагов тысячи. А друзей миллионы. Я не перебрал Даши. Только на одном канале у меня восемьдесят один миллион просмотров. У меня все. Спасибо, Христос. Я хочу, чтобы были бы живые, здоровые. Они просто сидели, ушами хлопали. Сестре нашей Людмиле, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Садитесь. Пятьдесят. Я неделю была у нее. Поглобочка. В неделю. Поглобочка. Пасхальная еще последняя неделя. Мы с ней и пели, и канон пасхальный читали, и пасалтырь. И она приобрела, подарили я ей, сказать ей, Лопухина. И читали еще из Лопухина. Очень познавательно. Мне захотелось тоже это. Я еще, прямо сразу хотела еще братьям и сестрам и наших общин, и интернетовских, потому что они нас тоже будут слушать. И они знают. Низкий поклон от Нины. Всем. Она раньше писала, значит, в храм сейчас, вы как помните, что ее не буркали. Сейчас она же писала письмо в Москву, и пришло из патриархии от патриарха письмо, чтобы ее ввели в храм. Ну, а куда он денется? Настоятель из Павловска еще предупредил его. И она сказала, иногда, она не всегда, она ездит чаще в Павловск. Там ее очень хорошо встречают, привечают. Она голодячек. И священники, и священники, и миряне, кто там находится. А когда зимой идти нужно на автобус, на трассу, во-первых, темно, страшно. И там у них целая вот свора собак бегает по улице. Бывает страшно прямо, поэтому она и в этот храм ходит. Ну, вначале пришла, он, так это... Но он ее предупредил, благословил ее, благословляет сейчас, но предупредил. Служба заканчивается, уходите. Там у них, ну, что-то они еще, какое мероприятие или что, уходите. Ну, она, собственно, и не очень в этом нуждается. Какой он помощи лишился, он даже не понимает этого. Он, если бы он захотел, он бы пошел, ну, жителей, ведь бабушки старые, многие ходили в храм. И они, а как же мы, вот бабушка одна, ну, еще вот мы шли с ней, когда она говорит, ну, где же, кто же отпевать-то будет тогда, ну, вот, совсем-то не ходить. Я вот еле иду, ну, приходится туда идти. Они столько этих подписей собрали тогда, что замените нам священника этого. Вот. Ну, нет, нету. Это село Клачки, Ребричинского района. Да. И там священник Чернодаров, отец Игорь, теперь он принял роде монаш, это Спиридон, что ли, стал? Спиридон. И что интересно, когда мы там были, везде вывесили, это секта, и только не слушайте. Так это не все. У них продают брошюру, которую издали в Москве. Брошюра о крещении. И игумен, кажется, и Игнатий, а на корочке вот так развернули, там, чтобы все видно, батюшка наш крестит крещением. И он его там продавал, а кто-то говорит, да это же потеряевское крещение. Крещение, потеряевка, убрать эту брошюру. То есть это бешенство, это беснование. Конечно. Там нормально, он со всем согласен, благословенно, там, те архиереи, их, патриарши наши там еще, но за один рисунок, он самый лучший рисунок, а фотография эта, ему сказали, что потеряем, они нити не могут слышать. Это ненавистность, только дьявольская может быть такая. Он что-то против имеет? Нет. И крещение много показывает, но наши фотографии признали лучшими, лучшими на мировой арене. И он так и сделал. Мы ничего за это не получаем. Но при одном напоминании о нас, они приходят в бешенство, это беснование. Вот и все. Это не где-то в кощах. В субботу она вот пошла здесь, в этот храм, а никого не было. Ходят, местные ходят, ну, единицы, очень мало совсем. Он приезжает с какими-то там друзьями из Павловска, вот службу отвел и, в общем-то, собирается и уезжает. Никого ему, других, в общем-то, и не надо. А если бы он пошел, вот сейчас Нина занялась этим очень активно. Раз мы должны благовествовать, не просто благовествовать, а еще звать людей. Отошла из жизни одноверующая, с которой она как-то с ее мамой, вернее, даже была связана. Девяносто четыре года батюшке, ой, бабушке этой. А дочь ее, нашего возраста, ушла из жизни. И Нина Псалтырь читала и пригласила священника из Павловска, чтобы отпели ее. И священник приехал и отпел. Ну вот. Через интернет они открыли местный чамп. Вот этот. И на 9 мая там звучала, ну, песня какая-то такая нехорошая, в общем, скверная. Агрессивная, вот как. И Нина написала в этот чат, что надо исследовать Писание, надо жить по заповедям. И, ну, в общем, вразумление такое дала. И в селе состоялись в это время выборы еще. Выборы в местное начальство. Ну, а как выборы производятся? Ну, собрались, в общем, свои же эти, кто в начальство, выбрали начальницу. Вот. И разделилось, все общество разделилось на две группы. Одни за, одни категорически против. Вы своих только там избираете и все прочее. Нина в этот чат тоже обратилась и написала, что, ну, она из Библии взяла, из Писания, что всякая власть от Бога, что власти нужны для чего? Для наказания или для поощрения. И она все это написала туда, в чат. И все успокоились и замолчали. Никто больше не выступал на Вознесение. И через чат Нина, маленько пораньше, она пригласила всех в храм и объяснила, что это такое за праздник Вознесения. И удивительное дело, избранная начальница, которая в селе будет начальником, она, наверное, впервые, она пришла в храм на Вознесение. И Нина еще написала, что ей потом, что вы к священнику обратитесь, чтобы священник, что такое заповеди открыл. Ну, в общем, разъяснение, чтобы люди понимали, что это такое. Теперь в такой радости наши дни прошли. Мы не просто. И у меня была нужда, исторический ход. Сверхи нашей мне нужно было. И как раз тут пришлось прямо стихотворение Игнатия Тихоновича. Она говорит, а я только, это стихотворение прям, это путь исторический для нас, не панацея. Это в 29 томе, 208 страница. Это Господь ждет исполнения времен. Ну, и разъяснение. В общем, это мы разбирали. Разбирали о священстве, мы много с ней. О передаче херетонии, как вот от апостолов, мы говорим, ведется. А как вот в наше-то время, что прерывалось, нет. Ну, в общем, разбирали. А в образе мелкие садвека разбирали. Вот невеста Агнца, она прямо, вы знаете, выписала, прям вот как плакатик сделала. И стоит у ней невеста Агнца. Что это такое? Тайны из тайн в Новом Завете. Откровение это 9, 9 стих, толкование там. Вот можно я коротенько прям зачитаю. Невеста Агнца это тайны из тайн Нового Завета. Мы знаем, что вот мать, рождающая и остающаяся Девою. Дева и мать в одном лице, две сущности в одной ипостаси. Мать – образ земли. Мать – сама земля, порождающая жизнь. Что мы сделали с землей? Дева – образ неба. Дева – само небо, чистое, непленное. Дева – мать – это таинственный, священный, неизреченный союз неба и земли. У Лопухина очень хорошо там. Еще вопрос был, мне задали его, а я не, в общем-то, хотя вам он предназначался, в общем-то. Где был Христос 18 лет. Вот в 12 мы помним, что он в храме выступал, поразил священников своими знаниями, пророков. А до 30 лет ведь ничего нигде нет, как бы совсем. А в 30 лет вышел на проповедь. Ну вот здесь вывод, там такое, что самоутверждение в божестве было. Господа нашего Иисуса Христа, самоутверждение. А вы, может быть, как-то лучше объясните. Давайте молимся. Да не надо об этом. Это не надо об этом. Это лопутинь, лопутинь. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвяти правителей стороны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави до суды Твоей над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, извлеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что закрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой, да доставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Ага, воочи! Господи, научи нас семикратно в день проставлять Тебя за суды и правды Твои. Тебя хвала, слава, честь и пролонение Пресвятая Итроица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Милостиво, Господи, прими нашу молитву воззьяни рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед прессовым благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий Его, как здесь ждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, Господи, исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими наши молитвы исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И о не заповедавших. Господи, отверзи им двери покаяния. Ибо за гробом нет примирения с Тобою. Тебе хвала, слава, чести и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Спасибо, Христос. Мне потом нужно будет человека три на Кожовом ухаживать за голубями, когда меня не будет. Спасибо, Христос. Песнопение, Трагуза. Занятие будет? Есть. Занятие будет или нет? Мало мало. Никто не знает. Должен, да. Нет, не будет, наверное, сегодня. Работает же. Давайте по домам. 29. Вчера спецназа. Спасибо.